Батюшки букет Батюшки букет Батюшки букет Батюшки букет Батюшки букет Батюшки букет век и веков. Аминь. Кто-нибудь Тамаре может объяснить? Написали. Она, наверное, уже убежала. Тамара, если нахуй. Ну что, всем вам приветствия с нашим. Значит, для кого говорить? Нашим вашим, да. Вам это не нужно делать? Все там живы у нас пока. Живы все. Все в трудах, в огородах все убирают. Барабашен, в комбайн каждый день. На комбайн смотрим все. День работает. Два дня ремонтируют опять. Погода такая. Без слез смотреть нельзя. Но убирают все. Успеет убрать. Это фунт это успеет убрать. Успевает? Успевает. У нас как-то было раз, где-то прочитали в газете, что там где-то там за границей оказался там наследник. Не наследник, а умерщий, богатый человек. А наследник оказался в России. И там несколько миллионов долларов. Племянник или кто-то. Но нас сразу все. А как бы я это распорядился, если бы мне бы пришло это? Давай и все. Что, что значит там? Говорит, т.е. Валя выступает истинно. Я бы сразу купил бы Игорю хороший комбайн и трактор. Хороший. Купил бы машину, чтобы. Вот. А то, как едет, говорит, они там это, машину тянут с трактором, машина сломалась, теперь надо отвозить, теперь трактор Волоком тащит машину комбайна там в поле, загрузили, опять, наверное, дострадать, я бы вот это сделал, первое. Другой, кто же, я бы дорогу сделал, чтобы на машине можно зимой было выезжать в город, там все, построить дорогу. Но дорога строилась, я слышал, в Барнауле, когда строили, там где-то за Новым мостом, один километр построенной дороги стоит 13 миллионов рублей. Поэтому 13, если же 13, а у нас до трассы 16 километров, 16 на 13 умножить сколько будет? Кто, в аритмитее хороший, посчитайте. 208. 200 тысяч миллионов было бы, нашлось, то можно было бы построить дорогу, чтобы зимой можно было бы выезжать. А зачем? На машинах. Ну, вот так вот. Значит, напоминаю, в пятницу у нас здесь престольный праздник, вот храм у нас посвященный через крестово движения Господне. В четверг вечером будет все наше надеяние и сам праздник, значит, также в обычное время. После престольного праздника уже вечернее богослужение будет в 4 часа. Напишите или объясните, в 4 часа. Да, то он вчера прислал в 4 часа, говорит, я в 4 часа, в 4 часа. Я говорю, в 5. В 8 часами, как так? Я прислал в 4 часа. Потешите, возьмите на бумажке и напишите и объясните. Ну, вот в 8-е и все, наверное. Ко мне какие вопросы? Напиши, пожалуйста. Батюшка, вопрос, никакой вопрос, а поздравление. Мы поздравляем дорогого нашего батюшку с Днем Ангела, с Днем Рождения. Вот давайте, давайте. Многое лето, батюшки. Многое лето, 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 Субтитры создавал DimaTorzok После креста воздвижения я в этот день уезжаю в отпуск. Заняюсь 26 октября. Я сразу до Барнавола. 26-27. Здесь будет судьба. 26-27. Там будет суббота и воскресенье. Вот тогда будет. Ровно через месяц. Ровно через месяц. У меня грамоты я получил отпускную от Владыки. Я служение запрещен. Под судом и следствием не состою. Так написано в грамоте. Ангел-хранитель. Ну вот это я 27-го. Здесь я поморинка. И тогда я уже. Так. Батюшка, в 24-4 часа. В 5 часов будет. Да, в 5 часов. Еще пока в 5 часов. Когда престольный пройдет, тогда будет уже в 4 часов. Начинаем. Так, ну а что? Сейчас я на автобусе уезжаю домой. Вот. Кто-бы там поприветствуется. Крест нам еще, папе. Крест нам нужно будет украсить. Крест нам. Где он? Крест. Ну вы же придете, когда украшать будете? Вы когда? В четверг? В четверг. Ну так я в четверг уже уже утром приеду. Что? Ты что написал здесь? 26-го в 4 часа. Ну что? В пятницу. 26-го в 5. В 5. В 5. Это какой в четверг? Я написала в четверг. В 27-го в богослужение будет в 4. После 27-го в 5. После 27-го. А 26-го напиши в 5. 5. А что она придет опять в 4? Хорошо. В 6-го в 5. Ну придет в 4, неважно. Посидеть немножко сейчас. Да, и так раньше все. Да, что-то сказали, перебили. Почему это 26-го? Что, Татьяна, ты что? По кресту. По кресту, батюшку. По кресту. По кресту. Крест я вынесу. Вы приготовьте цветы, что? А я приеду и тогда... Где он там недолго вынесет? А где крест сам? Сейчас вынесет сказок. Не знаю я. Сейчас надо искать еще, где она есть. Я не знаю. Досточку. Да. Там наверху, наверное, батюшка, на шкафу. Ну да. Я уверен, там она была. Где у вас в алтаре? Да. Ну сейчас я посмотрю тогда. Ну ладно, так что, продолжайте дальше. Что здесь? Наверное, по филаку там это по притче пройдете. Ну и все тогда. Занимайтесь с нами. Так. А кто меня? А Лена это здесь или она не уехала? Лена. Да. Вот она. Лена, вот она. Лена, ты меня довезешь до автовокзала? Ладно, пока посиди, сейчас я соберусь, когда скажу. Лена. Сейчас, это... Замет как? Замет. Замет отдельно. Замет. Замет, можно сказать. Так. Дверьте, тут я вот взяла мед. Подожди, 2,500 как? Это 2 дамышки взяла по 1200. Под 200. Это не надо. Ну как это не надо? А это вы должны привезти мед белый, который... Когда привезут, тогда отдадите. Тогда сейчас. Когда привезут, тогда... Он меня уже взял, он привез мне, вчера привез. Но он стоит дома, теперь только сюда переправим. Ну что? Так и будем стоять там в коридоре. И сюда никто не заходит. Евангельское чтение никому не нужно, да? Толкование. Дети, там есть еще дети? Марина, пусть нам пока скажет, что там с Игорем. Да. Рыгаря. Ну, на этой неделе у нас было 2 повода по благодати Господа в нашей семье. В четверг отошла наша мама. Мама, наверное, уже знаете. Полгода она болела перед этим. До какого? Не знаю, могу сказать, долго, недолго. Наверное, по-разному времени это тянет. Когда это у кого-то там в семье происходит, то, да, вроде по году это недолго. Но когда вот человек ухаживает за тем, по-лежачим, то, конечно, время по-другому, Татьяна, печет. А тот, который страдает, у него каждая минута вечность. А тот, который лежит, да, у него каждый день растягивается, когда он в страданиях, в этих болях. Она уже была продолжительное время уже на наркотиках. Если уже государство прописывает наркотики, ясно, что у человека уже ситуацию чуть не поставила. Но мама лежала очень смеленно. Она ни на что не жаловалась. Все это терпела смеленно, снимала по-христиански. Ну, вы знаете, она несколько лет, даже десятилетия была верующая. Постоянно ходила в храм. И вот во время ее болезни, особенно последнее время, священник ее посещал каждую неделю. И ее положили за пять дней. В общем, получилось так же, как у моей мамы. То есть за пять дней до смерти ее положили в больницу. За сутки до смерти она впала в беспамятство и отошла тихо утром, уже не приходя в сознание. Ее отпели в субботу. В одиннадцать было отпевание там в храме, которое она посещала, то есть священник, которое было духовным отцом. После похоронили и потом все вернулись в храм, в трапезную. Там в трапезной было поминовение мамы. То есть все прошло по-христиански, очень благочестиво. Мы, конечно, очень благодарны Господу, что он так все устроил. Конечно, вот видите, получилось так, что мы на похороны не смогли попасть, потому что в детстве эти мамы и Игорь лег в больницу. И в пятницу его проапелировали. Я не медик, но со слов медиков все прошло благополучно. У него удалили желчный пузырь, было несколько камней. А вчера у него еще была температура, но он уже поднимался, ходил. Ну, еще очень слабый, ему еще ничего есть нельзя, только водичку там в десерином вчера принесла. То есть он... Я вас всех, во-первых, благодарю за молитву, кто молится за нашу маму. Если у кого-то сердца расположены, то вот прошу, что в огне, да. Это будет до 27 октября. Вспоминайте, пожалуйста, нашу мамочку Валентину. Ну и вот пока вот Игорь лежит в больнице. Я не знаю, сколько он будет лежать, сколько после этой операции. Неделю не будет. Где-то неделю, да. Если все благополучно, без осложнений, я надеюсь, что так и будет. Ну, вот пока он в больнице. Сейчас я поеду к нему, передам от всех. Он сидел в очереди у кабинета хирурга, и в это время пришло СМС. Да, ну, то есть у него уже это было планово, и мы уже не стали рисковать, потому что у него был один из приступов. Вот когда мы как раз возвращались от Красноярцев с мамой, слава богу, успели попрощаться. У него был очень тяжелый приступ. Ну, когда вернули, там, 18 часов на автобусе, это все-таки сложновато, да. И очень сразу, да, сразу скорую, его скорая сразу забрала. То есть мы просто вот не стали рисковать, побоялись, что вдруг вот в этой дороге что-то туда или обратно опять у него будет повториться. Там и так камни были, перфорировали, но они перфорировали, слава богу, в сторону ткани печени, а не наружу. Если бы наружу, там белочный перитонит разве. Страшное состояние. Ну, в общем, мы вот это вот восприняли как от господа, что не надо ехать, потому что, да, да, потому что Игорь, вы знаете, какой он горячий. Вдруг что-то там на похоронах показалось, что было бы неправильно. Ну, видимо, что-то все так прошло. Тем более от нас там особо толку-то не было, потому что они живут там, вот, в деревне туда нигде не выехать, ничего. То есть все организовывала Ярослава, которая на машине, которая все знает. Вот, и чтобы еще и с нами ей не возиться, не ездить, встречать там, ну, вот эти вот моменты. Так что, вот, слава Богу, слава Богу, что так случилось. Благодарю всех, Маленький. Слава Христу, Алимпийск. Сегодняшнее евангельское чтение, толкование для филаско-болгарского. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 7 стихи. Иисус, продолжая говорить им притчем, сказал, Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, Скажите званым, вот, я приготовил обед мой. Тельцы мои, что откормлено, заколотое, все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свое. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сен, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Толкование. Толкование. Это было худшие поступки иудеев, нежели в прежней притче. Ибо там, когда требовались плоды, они убивали требующих. А здесь и призываемые на брак произвели убийство. Человеку-царю подобляется Бог, потому что является не каков он сам в себе, но каким прилично ему являться для нас. Так, когда мы как человеки умираем, побеждаем мы немощами человеческими, Бог является нам как человек. Когда же бываем как боги, Бог восстает в сонме богов. Псалом 81.1 А если живем как звери, то и он бывает для нас как зверь и лев. Творит же брак сыну своему, сочетавая его со всякую благообразную душою, украшенную добрыми делами. Ибо жених – Христос, а невеста – церковь и чистая душа. Рабы, посланные в начале, – это Моисей и бывшие за ним, которым не верили евреи, но оскорбляли Бога в пустыне 40 лет и не восхотели принять Слово Божие в духовной радости. Потом посланы были иные рабы, пророки, но и из них, одних они убили, как Исаио, над другими поругались, как над Иеремией. Коевы вергли в тимный рог, а более умеренные отвергли посланников. И один ушел на свое поле, то есть уклонился к плотноугодной и роскошной жизни, ибо поле каждого есть его тело. А другой – на свою куплю, то есть к жизни любостяжательной. Таким образом, притча показывает, что удаляющиеся от духовного брака, от общения и пиршества Христова удаляются по большей части по символ причинам, то есть или по склонности к удовольствиям телесным, или по страсти любостяжаниям. Обедом называется здесь то, что в другом месте – вечерию. Вечерию называется потому, что сей брак вполне открылся в последние времена, к вечеру или к концу веков. А обедом – потому, что и в прежних веках открыто таинство, хотя и не так ясно. Девцы мои, и что откормлено, заколото, означают Ветхий и Новый Завет. Таким образом, Господь призывает нас вкушать благую пищу Ветхого и Нового Завета. Но знай, что и тот доставляет пищу, кто ясно истолковывает своим слушателям божественные слова. Ибо научающий ясно действительно как бы подает хлеб и кормит им простых сердцем. Здесь спросишь, как повелевается звать уже званых? Но знай, что каждый из нас призывается к добру по естеству своим разумом, этим врожденным нам учителям. Но Бог посылает еще внешних учителей, дабы они призывали и внешне тех, кои призваны внутренне посредством разума. Царь послал войско свое, то есть римлян, и через них потребил неверных иудеев и сжег в град их. Иерусалим, как повествует историк Иосиф. Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина на слова «Тельцы мои, что откромно заколото, означают Ветхий и Новый Завет». Дивный истолкователь подготавливает нас к небесному пиршеству, чтобы мы знали, какая трапеза уготована в вечности со Христом. Там будет все согласно священному писанию, согласно Библии, книги, состоящие из Ветхого и Нового Завета. Вся Библия до единой буквы и черточки божественна, дана от Бога. Все священное писание до единой строчки, главы и стиха поет. Аллилуйя Создателю и Спасителю Иисусу Христу. Эта чудная книга книг называется Словом Божиим, тем же именем, что и Сам Иисус Христос. Евангелие Теана 1.1 «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Библия дарует человеку жизнь, то есть Христа. И где нет Библии, Ветхого и Нового Заветов, там нет жизни. Нет Иисуса, распятого и воскресшего». Евангелие Теана 5.39 «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Послание Филиппийцам 1.21 «Ибо для меня жизнь, Христос, и смерть приобретение». Библия говорит о Христе сначала в образах, а потом в истине, об этом упитанном тельце, который стал для нас пищей. Прочтите несколько раз медленно, внимательно, Псалом 118. Всюду, где говорится Слово Твое, Закон Твой, Уставы Твои, Повеления Твои и другие названия Слова Божия, во всех этих местах мысленно можешь ставить Слово Библия. В 176 стихах этой 17-й кофизмы Слово Библия незримо, но ярко встречается 185 раз. Святые отцы заповедуют читать этот Псалом ежедневно, кроме Воскресения. Сегодня, по благословению Патриарха и усердиям библейского общества, выпущено отдельной книгой большим форматом Псалтир на русском языке. 205 страниц. Ясно, с какой целью, чтобы могли читать и молиться по этой книге песен и вместе с детьми воспеть Иисусу Асанну. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 8 по 10 стихи. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, поедите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, и рабыте. Выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Толкование. Так как первые рабы, Моисей с сотрудниками и пророки, не убедили иудеев, то посылает других рабов, апостолов, которые призвали язычников, не ходящих по истинному пути, но разошедшихся в разные стороны и блуждающих по распутьям. Ибо они и сами между собою были не согласны. И те худые учения, которым учили, содержали не все равно, а одни так, другие иначе. Итак, вышедшие из Иерусалима к язычникам, апостолы собрали всех, злых и добрых, то есть как людей, исполненных всякого зла, так и менее порочных, которые называются добрыми по сравнению с другими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Толкование. «Пришествие на брак бывает безразличия, ибо все мы, добрые и злые, призванные одной благодатью, но потом жизнь вошедших подлежит истязанию, великому истязанию, если по вступлению в веру обрящимся оскверненными. Ужаснемся же, помышляя, что если у кого нет жизни чистой, тому нисколько не пользует одна вера, и тот не только отвергнется от брака, но и посылается в огонь. Кто же носит скверные одежды, как не тот, кто не облегся в одежду щедрот, благости, братолюбия? А много таких, которые, обращаясь тщетною надеждой, думают получить Царствие Небесное, и думая о себе много, причисляют себя к лику возлежащих. Производя суд над он им недостойным, Господь показывает, во-первых, что он человеколюбив, а потом, что и мы никого не должны осуждать, хотя бы явно, кто грешил, доколе согрешающий не обречится судом. Слова Господа к слугам или к карающим ангелам, свяжите ему руки и ноги, научают, что мы можем действовать только в настоящем веке, а в будущем связуются все деятельные силы души, и нельзя уже совершить что-либо доброе в очищении грехов. Скрежет зубов означает бесполезное раскаяние на том свете. Бог призывает всех, но мало избранных, ибо мало спасаемых и достойных избрания Божия. Призывание зависит от одного Бога, а быть избранным зависит и от нас. Этим показывает Господь, что сия притча сказана была против иудеев, которые хотя были призваны, но как непослушные, не избранные. Аминь. Слава Христу! Я хочу помолиться о всех нас, тех, которые здесь присутствуют, и тех, которых нет. И о старых лет, особенно о наших молодых, о детях. Господи, дай нам уши, которые слышали бы, ибо мы слышим, слушаем, но не слышим. И страх Господень, чтобы мы представили себе вот то внешнее, куда выброшен этот в небрачной одежде, пришедший на пир. Вот мы сегодня пришли все на пир. А все ли мы в брачной одежде? Желаем ли мы слышать? И хотим ли представить это в состоянии, когда будет выброшен этот в небрачной одежде? А это страшно. Дети, вас мы любим. Особенно дети, вас любят, родители ваши, которые пекутся о вас. И думают не только об этом времени, зимой жизни. Ибо, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Хотим ли быть мы несчастнее всех человеков? Они пекутся о вашей вечной жизни. Вот я пекусь о своем сыне, а его опять сегодня нет. Просил, звонил сегодня опять. Чтобы пораньше лечь, чтобы в полночь ложить, не в три часа лечь, чтобы потом можно было встать утром на службу. Печально это? Дай Бог, чтобы ваши дети слышали ваши слова, когда вы будете о них беспокоиться, об их вечной жизни, и не только об этой временной земной жизни. Ну, а болезщие у нас все известны. Мы о них все молимся. Сегодня рассказали об Игоре. Людмила, сестра из Петербурга. Людмила Антония Янчук. Людмила Степановна хворает. Она в прошлый раз была больна, но была. Наверное, еще хуже стало. Помолитесь о них, о болезщих наших, чтобы Господь возле какие-то одра болезни. Можно, болезщик? Да. Я вчера звонила Игорю. У него, конечно, голос был такой подавленный, тяжело ему, но всем он передал поклон. Вот. И разговаривала с Наташей Приходько. Разговаривала с Наташей Приходько. Улучшения у Валеры нет, боли, кровотечения. Молилась, чтобы Господь хотя бы облегчил его страдания. Потому что тут. Дома. Дома. Можно, я буквально вот вклинюсь в это дело. Лена передала Политыкина Антонина Севастьяновна, а я смотрю, ее нет, не ушла уже. Я оставлю яблоки, сестры, тогда разберите, чтобы они не гнили. Она мне пересунула, говорит, отдай Антонине Севастьяновне, а я что-то не видела, что ее уже нет. Она ушла. Тут возьми, может, что-то. и ребятишками скушайте. Да, мне уже тоже надавали, откуда-то, куда я скушаю. Вот я и кладу пока еще более-менее, кто здесь, разберете хорошие, смотрю, яблоки. Ну и вот, милосты не избавляет от смерти. Давида 4,10. Я опять к тому, что вот одна из наших сестер побывала в Загуляевых, дома и увидела, что семья нуждается, в тепле нуждается, газ нужно проводить, поэтому давайте поможем этой семье, которая очень сильно нуждается. Вот уже холода наступает. О наших местных нуждах. Брат Сергий, брат Валерий, я к вам обращаюсь, Андрей. Вот эти наши вентиляционные отверстия нужно сегодня же заделать. Еще в прошлый раз, говорил Геннадий Тихонович, они остаются у нас незаделанными. Сегодня еще тепло, а с понедельника, наверное, уже будет достаточно холодно. И здесь отапливаться еще пока не будет, пока не приедет брат Владимир. Поэтому, ну, давайте о себе и о наших ближних, подумаем о детях, наших сестрах. Надо найти этот материал и заделать сегодня. Хорошо, брат? Материалы на крылечке, в тамбурочке, когда весной распечатывались, все сложили в уголок. Где заходим? На крыльце справа. В углу лежат кусочки пенопласта. Давайте сделаем это сегодня обязательно. закрыть и засверлить. Еще у кого есть слова? Татьяна Позненчевна. Я еще на минутку. Кто в четверг придет? Потому что многие работают так, кто-то не сможет, никто. Но кто сможет прийти? Нам надо крест будет цветами украсить. Я сделаю одна. Почему за всех ты отвечаешь? Я говорю, для всех, кто сможет, приезжайте, приходите, тем более на праздник наш. А то так получится, батюшка приехал, а нас раз-два. Да мы уже не только тепло-хладные, а вообще хладнокровные стали, как пресмыкающиеся, как лягушки. Ну, кто сможет, пожалуйста, приходите и на праздник приходите. И так, милостей не пребывает вовек. Ну, который на Галлю, это у Людмилы Степаны собирают, эти другие совсем нет. Ну, у Людмилы Степаны нету, а тут других-то и не было. Я не помню. Собирали тогда у Галли. Да, Клэти. Благодарю всех за молитвы, я более-менее здорова и хочу попросить помолиться, кто желает, за моих родственников. Тоже, чтобы Господь даровал им веру и спасение. Помоги Господи всем, молимся о своих родственниках, о наших всех братьях и сестрах, тоже родственников. Братцы Астян, это молитва всегда превозносит. Еще у кого есть слово? Ну, про Игнатих, на чем можно сказать, что вот это, которое, то, что он называл чудом, чудо, на мой взгляд, его и не было, потому что гнойный процесс остается, то, что облегчение, которое наступило, это был результат действий, даже простых действий при обследовании врачей одного и второго. и напрасно отказался от того действия, которое предлагалось ему, убежал буквально из операционной, поэтому, ну, на вольниках воли, что называется. Ну, дай Бог, чтобы и вера была такая, чтобы это чудо совершилось окончательно, бесповоротно. Ну, и обращаюсь к братьям и сестрам в интернете, вот, милостыня, семья нуждается, у кого расположено сердце, имейте в виду, это... помощь нужна, да. Еще у кого есть слово? У кого нет, поступили редко молитвослов на русском языке, для начальных переводов на современный русский язык. Перевод синодальный, во славу Божию, у кого нет, пожалуйста. Сколько стоит? Бесплатно, это милостыня, да, отстойная, отстойная. Слава подберегите. Я, конечно, видела, в марте 200 рублей стоит у Анна Богослова. От Владимира Олейникова, от Володи, как коллеги моего, который, помните, да, всем поклон, просит молиться, потому что ему там, в Новом городе, но... вы меня слышите? Вы меня слышите? А Владимира Олейникова, смотрите, что он часто учится в ординатории в Новосибирске, правда, он не доволен тем, что там ему, им, не только ему, а вместе, кто с ним обучается, не дают толком действовать, просто жалко время впустую проводить, но собирается перейти на другую базу, может быть, на другой базе там больше будут ему давать руками действовать, не только руками, но и головой, но чтобы это было научение специальности, а не просто пребывание там во время ординатуры. Да. Так что помолитесь, чтобы Господь расположил до этого сердца, от тех, от кого это зависит, чтобы ему перейти на другую базу. Еще у кого слово есть? Нету, значит, занятия... Можно я последнее? Ненадолго воззнайму, братья и сестры. Я вам сердечно благодарна всем, кто вот откликнулся на призыв той сестры и изъявил желание нам помочь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Помоги, Господи. Сколько еще? Бои продолжаются. Да, я знаю, сколько. Я скажу, на начальном этапе я сходила в Газпром, заказала... Первый договор мы составили, сейчас первый... Нет, не проект. Первый договор составлен, сказали, в течение 15 дней они отзвонятся и дальше все расскажут. То есть первый договор, она меня сориентировала немного, будет стоить в пределах 8 тысяч, там 7 с лишним. Второй договор проект в пределах 5 тысяч, это только все какие-то подготовительные работы. дальше ничего не знают. А еще само собой исполнение? Да, ну да. Котлы посмотрела, у них там прям в Газпроме стоят, вот 35 тысяч и выше, кое хочешь, Берри называют. Ну, пока что так. Ну, кто расположен, вот сюда. Занятия будут? Да. Значит, краблица и занятия. Так, и еще, сегодня на стадионе Динамо, ой, не на стадионе Динамо, а на лыжной базе Динамо будет праздник. Там будет стечение народа, по-моему, называется день ходьбы, что ли. День ходьбы, и там будут еще высаживать хвойные деревья. Хвойные саженцы. Вот, и у меня предложение, кто расположен, приехать и там поблаговествовать. Я собрание идет, ну, и погулять, все же урхо. Коскальки. Коскальки. Ну, там весь день надо договориться, можно к двум собраться. Мы вот после занятий здесь поедем, я поеду туда на машине, если кто-то звонит, я заеду. Так сильно никто нужд, вот они выражают. Что мы вот, как бы, на площади спортака, а сегодня я хочу туда. Виктора. Людмила Степановна нет, он не успел. А они куда приедут? Поэтому, кто видел, если сюда бросили, она потом достанет. Чтобы собрали. Да, заберет. Она заберет, она с вами приедет. Это, он уже едет, да? Да, все знают, что... Ой. Галя, забери. Успеет, нет, потому что у нас занятия-то не сильно долго. А кто закрывает, все будет закрывать. Ну, брат проведет занятие, закроет. Значит, я приехал вчера, закрывал кто-то левша. Все замки с левой стороны. Всегда с правой. Все наоборот. Мне хочется теперь крышу выворачивать и... не открывать так. Всегда закрывает с правой руки замок закрывает. Ну, а если или все, ну, что же. Это яблочко. Я правой рукой. Теперь ворота. Ворота у нас там, видите, цепочка, должно захватить вторую, а там нет. Заодно колечко прицепили, замок, он на одном колечке, на этом висит, и все. Второе колечко, все вот. Это Нестор, наверное. А? По-моему, Нестор, что ли? Ворота были не за замок закрыть. Ну, я буду следить теперь. Достойно есть такого истину, Блажей Тетя Богородицу, Исна Блаженную и Пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога Слава Родшую, Сущую Богородицу Те величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распорий, от беззакония, которое втальне останови делающих зло. Просвяти правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественной любовью Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, излеченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой дано ставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, а воотче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, рапеза, занятия.